Ура! Вовлекательное путешествие с играми и квестами попутно узнают и пробуют новое – от вязания морских узлов до азов фехтования. Можно пострелять из лука или посражаться с другими ребятами. Здесь нужно веселиться, первый раз спать в школе, играть с вожатыми и находить новых друзей. Наружки ходить, находить новых друзей. Ольга впервые познакомилась с таким форматом отдыха еще в 2014-м. С тех пор она успела съездить в детский лагерь более 20 раз. Этим летом решила попробовать себя в роли вожатой. Авторский подход уже нашла. На меня свое внимание апп. Я недавно узнала эту фишку, придумала. И дети тоже делают апп и обращают свое внимание на меня и слушают меня очень внимательно. Для детей в пришкольных лагерях предусмотрено трехразовое питание стоимостью 220 рублей. Половина оплачивается из средств муниципального бюджета. Режим дня рассчитан на то, чтобы ребята были больше на свежем воздухе. Когда лето, ты можешь просто сидеть дома. Ведь погода может быть разная, всякая. Тебе не хватает общения в кругу друзей. А в школе тут есть просто все. Мы тут играем, вместе проводим время. Исследование космоса – главная тема детского лагеря на базе 49-й гимназии. Пока малыши изучают небесные тела и науки о Вселенной, ребята постарше могут отточить навыки, полученные в школе вожатых. Пилотный проект, который мы сейчас реализуем – это школа пришкольного вожатого. Совместно с педагогами разработана была программа. Были приглашены ребята, начиная с 14 лет. Очень люблю взаимодействовать с детьми. Мне очень это интересно. Если я соберусь пойти на педагога, это определенный экспириенс, так сказать. Первая смена продлится 21 день. Тюменские школы еще продолжают принимать заявки от родителей. Дарья Кузнецова, Эльшат Керимов, Тюменская служба новостей.